В жизни Ершовской сельской школы было немало крутых поворотов и сложных моментов. История страны раскручивалась бурно и непредсказуемо. А школа стояла, стояла и учила детей. Из церковно-приходской она в 1920 году преобразована в начальную. В Великую Отечественную ее сожгли немцы, но занятия не прекращались даже тогда. Минуты молчания собравшиеся почтили память погибших в годы войны учителей и учеников. Прямо из зала на возложение цветов отправились сегодняшние учащиеся. 150 лет – это достаточно большой срок. Менялись правители, менялся государственный строй, революция, Великая Отечественная война, социализм, новая Россия. Но есть школа, в селе есть храм, есть дом культуры. И как говорит наш глава Виктор Васильевич Бабурин, значит село живет. Кстати, глава поселения Виктор Бабурин – выпускник Ершовской средней школы. Всего же за годы существования здесь получили образование более трех тысяч детей. В 1971 году школа из восьмилетней стала десятилеткой. В этом же году она получила свое нынешнее здание. Позвольте мне от имени главы Одинцовского муниципального района Андрея Робертовича Иванова, от руководителя администрации Одинцовского муниципального района Одинцовой Татьяны Викторовны и от себя лично поздравить вас с этим замечательным праздником, с этой красивой датой, со 150-летием. Любая хорошая школа сильна своими традициями и преемственностью поколений учеников и преподавателей. А на селе личность учителя особенно важна. Я хочу признаться в любви сельскому учителю, потому что сельский учитель – это особенный учитель. Если в городе ты можешь на уроке быть одним человеком, а в своем подъезде совсем другим, в селе это невозможно. В селе ты какой есть, ты у всех на виду. Поэтому сельский учитель, он заслуживает самого большого уважения и поклона. Приятным моментом торжества стало поздравление прежних руководителей школы. И мое глубочайшее убеждение, что там, где хороший педагогический коллектив, там обязательно хороший педагогический коллектив. И этим всегда отличалась Ершовская средняя школа. Во все времена для всех учителей главным и обязательным было одно – учить детей грамоте, подготавливать к дальнейшей работе. Это основная была работа школы. Сегодня школа учит детей из 25 населенных пунктов. Ее посещает более 600 ребят. Здесь трудится 15 педагогов высшей квалификационной категории. Мы, скорее всего, сегодня празднуем юбилей не конкретного здания, даже не конкретного коллектива педагогического, хотя и это тоже так же. Вы знаете, мы сегодня, по мне кажется, празднуем гораздо что-то более важное. Это праздник, праздник нашей традиции российского образования. Как известно, российские традиции образования и поныне остаются одними из лучших в мире. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.